Приветствую. Далее, кто подвержен паническим атакам? Тот, кто курит, употребляет алкоголь, наркотики, уже не дай бог, да? Кто принимает какие-то препараты запрещенные, когда спортом занимается, что-то там подкачивает себе. Там еще даже мужчина-то вообще может до потенции довести. Что я говорю, потенции импотентом, в общем, молодой человек может стать, даже молодой. Дальше, про соцсети хочу сказать. Вы должны хотя бы, если у вас работа не связана, то есть вы вообще зависите, или какое-то ваше хобби творчество, допустим, с интернетом, с соцсетями, с ютубом, с тиктоком, с инстаграмом, с контактом, с одноклассниками, вы должны хотя бы раз в неделю вообще просто убирать эти соцсети из своей жизни. То есть, еще раз говорю, если ваш бизнес от этого не пострадает. Ну и вообще можно даже, если бизнес вы можете, допустим, если вы уже раскручены, вы можете делегировать это на своего помощника, допустим, даже что-то у вас там есть еще в запасе. У меня тоже так бывает, что видео снято тогда, а там выложила я их, допустим, позже. Так тоже бывает. Есть время снять, выкладываю потом, когда есть время. Бывает такое, что вообще могу я весь день не выходить в эти соцсети. То есть, это тоже очень важно, потому что наша беда сейчас, нашего общества, это то, что у нас сейчас вот эти вот соцсети, ютуб и прочее. Это, понимаете, кто не умеет фильтровать вот эту информацию, это вот постоянно идет поток, понимаете. А если вы еще очень восприимчивы иронимы, то, особенно дети, это вот постоянно идет поток вот этой информации, вот просто идет, 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 идет столько лишнего, столько просто вообще, просто ненужного. Даже хочу вам сказать, что на чем построен этот тикток, вообще все соцсети, ютуб и телевидение, ведь там дается реклама. С чего живут популярные блогеры, как вот, допустим, ну, даже пусть они не звезды, вот сейчас тиктокеры, да, с реклам. То есть у них большой охват аудитории, их смотрят и они зарабатывают с рекламы. Даже бывает такое, что начинают некоторые просто звездиться там, как бы что, люди простые, вообще никто. Но, простите, вот благодаря этим людям, вот вы год будете популярны, а потом вы не будете популярны. То есть нужно будет делать все, чтобы удержать эту аудиторию. Поэтому думайте, вот вы, простые люди, смотрите, для чего эту информацию, она действительно вам дает в мозг что-то или это просто даже чаще всего разрушающая информация, развращающая информация, и плюс еще вам дается реклама. То есть вам, если человеку расположить одно и то же какое-то название, он будет это читать, допустим, весь день, то он уже, знаете, пойдет и купит, пойдет и сделает, пойдет и приобретет, потому что так устроена психика человека. Ну и все мы знаем, что 25 кадр используется в рекламе. Продолжение следует...